Ровно 77 лет прошло с момента освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаменательной даты в Доме культуры имени Кирова состоялась тематическая выставка оружия и амуниции времён Второй мировой войны. Георгий Салиев о необычных экспонатах. Пулемёты, автоматы, магазинные винтовки, элементы формы, пайки, фляги и прочая амуниция. В ДК Кирова работала выставка, посвящённая 77-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Почти каждый экспонат можно было потрогать руками, а заодно и получить комментарий от реконструкторов. К примеру, для нашей группы стало настоящим открытием то, что наши предки прошли войну со стеклянными флягами вместо традиционных алюминиевых. Когда началась война и не стало хватать в стране алюминия, то есть алюминий восстрелился, у нас это авиация, да, то же самое. Вот начали лить вот такие вот фляжки стеклянные. Ну, фляжки лились разными заводами, они были разного цвета. Вот, ну, основная их функция, это, конечно, сохранение воды. Единственный минус, да, всё-таки это стекло, оно бьётся, зимой оно может разморозиться. И таких вещей здесь не один десяток. И дети, и взрослые могли примерить настоящую буденовку, подержать в руках легендарные ППШ, винтовку Мосина, СВТ-40 и даже пулемёт Дегтярёва. Однако выставка удивляла не только советским оружием. Здесь также представили снаряжение солдат Рейха и образцы полевой формы стран-союзников. Реконструкторы, заведующие немецким стендом, знают каждую мелочь в экипировке элитных егерей дивизии Эдельвейс. Эта форма отличалась от основных войск вермахта, именно различными аксессуарами. Например, вот горные кепи, горные ботинки и, например, горные штаны. Это специально делалось для того, чтобы эти войска действовали на пересечённой местности. И поэтому их униформа была приспособлена для таких результатов. Организаторы выставки также предлагали посетителям пройти интересные онлайн-квесты, вопросы которых касались тематики войны в Заполярье. Некоторые викторины были составлены при участии мурманских школьников. Смотрите, вот одна палочка, это аргум.